И чё он пугал меня этим кубиком Рубиком? Ээээ! Фак! Вот дерьмо! Что за палочки? Что? Доширак! Фак, фак! Что за майонез? Срань господня! Вот дерьмо, а! Чё это... Чё за фигня? Я из этой... Так-то... А теперь скажи-ка мне, что ты предпочитаешь, комедии или драмы? Лично я предпочитаю хоррор. К концу 80-х все места на полке ужаса в видеопрокате были уже заняты. Кожаное лицо из техасской резни, Фредди Крюгер, вся классика хоррора. Крубей! Всё это ад для домохозяек, но не для ценителей ада. Фанатам хотелось больше крови, мяса и, разумеется, секса. Чем изощренней, тем лучше. Внести флюгига Хаймен! Дров в остывавшую печку у кровавой бани тогда подкинули интеллектуалы. Человек — это книга крови. В любом месте можно раскрыть и прочитать. Провозгласил художник и писатель Клаев Баркер, решив попробовать себя режиссёром, чтобы наглядно показать человечеству, как выглядит ад. Замечательно! Своего первого восставшего из ада Баркер подобно Ною сваял на коленках. Бюджет небольшой, спецэффектов нет. Зато много грима, а в главных ролях друзья режиссёра во главе с одноклассником Дагом Брэдли, которому Клайв поприятельски отдал одну из главных ролей Гвоздоголового. Сюжет фильма тоже был незамысловат. Капитан Спенсер на фронтах Первой мировой теряет веру в людей и опускается в пучину лютого разврата. В этом ему помогает таинственная шкатулка Лемаршана. Если её потерять большим пальцем, то начинался такой же скач, что мало никому не казалось. Иисус Редаут. Как показало время, Клайв Баркер явно не просто так родился на острове, подарившем миру графа Дракулу. После первого восставшего из ада Стивен Кинг назовёт этих персонажей «будущим жанра». И будет абсолютно прав. После третьей серии франшиза станет культовой. Мораль проста. Хочешь наслаждений, примешь такую боль, что самый гнилой трупак покажется симпатичной тёлочкой. Сначала за тобой придёт тот, который с гвоздями. Ну а следом за ним поспеют его кореша, омуевшие демоны-сенобиты, чтоб проследить за процессом. Сейчас начнём. Успех первых двух серий толкнул продюсеров на мысль, что такую фактуру грех не поставить на коммерческие рельсы. Но, как это часто бывает с серийными маньяками, авторов восставших подвело неумение вовремя остановиться. Погоня. Какой детективный сюжет обходится без неё? Один бежит, другой догоняет. Пока хватало оригинальных идей, всё шло гладко. Сенобиты успели вдоволь порезвиться и в психушке, и в Нью-Йорке, и даже в космосе, в далёком будущем. Но, начиная с пятой части, которая сразу вышла на DVD, минуя широкий прокат, популярная франшиза начала резко сдавать. Последним из создателей сдался Даг Брэдли. Только на девятой части, наконец, сообразив, что студия тупо включила конвейер и давно уже особо не заботится о качестве мурашек в зрительном зале. Последнее время ходят слухи, что старина Баркер снова намерен снять полноценный ремейк первой части. Но даже если этому не суждено сбыться, не беда, как ни крути, а прежде чем Клайв и Даг выбились из сил, эта ливерпульская двойка успела отправить миру одну из самых оригинальных открыток. Прямиком с того света. Редактор субтитров А.Семкин